Рады приветствовать вас в стенах высшей школы журналистики и это продолжение конференции Андреевские чтения, которые проходят вот в таком новом для нас формате. Мы сегодня пообщаемся с нашими уважаемыми спикерами, будем задавать вопросы. Я надеюсь, что все будет интересно. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы, как вы знаете, продолжаем наши встречи на восьмой научно-практической конференции Андреевские чтения. Современные концепции и технологии творческого саморазвития личности. И второй день нашей конференции традиционно уже посвящен творческому саморазвитию самих педагогов. И именно для вас уже восьмой год в рамках наших Андреевских чтений мы организуем обучающие и развивающие мероприятия. Ну, среди этих мероприятий, я думаю, многие из вас помнят и мастер-классы, и знакомство с новыми педагогическими технологиями, и совместные обсуждения в формате World Cafe, Open Space и многие-многие другие мероприятия. Но в этом году мы решили включить в программу новый формат. Это формат короткой встречи Миндаб «Наставник. Путь в профессию. Школа саморазвития». Ну, все вы знаете, что этот 2023 год объявлен годом педагога и наставника. И это значит, что фокус внимания всего общества направлен на повышение престижа педагогической профессии. Но нам, конечно, очень хочется, чтобы популярность педагогической профессии возрастала. А мы, как представители университетов, на педагогические специальности получали ярких молодых специалистов, и которые в дальнейшем бы работали с энтузиазмом и с воодушевлением. Что же поможет молодежи успешно влиться в педагогическую когорту? Как могут поддержать начинающих педагогов опытные коллеги и наставники? Как загораются новые педагогические звезды? Вот на самом деле поиск ответов на эти вопросы натолкнул нас на идею организовать сегодняшнюю встречу. Такой формат короткой встречи «Наставник в путь в профессию школы саморазвития». И мы надеемся, что пример таких разных, но одинаково успешных траекторий в профессии педагога, конечно же, воодушевит наших студентов педагогического бакалавриата и магистратуры. Поможет аспирантам и начинающим педагогам утвердиться в правильности своего выбора и, конечно, состояться в выбранной профессии. И, конечно, поддержит опытных педагогов в желании развиваться дальше и достичь все новых высот. И мы вот с Юлей Валентиновной размышляли над теми словами, которые могут стать ориентиром в организации нашей встречи. То есть искали такую цитату или девиз, или слова и натолкнулись на строки, сказанные писателем Марком Твеном еще более ста лет назад. Строки таковы. «Через 20 лет вы будете больше сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что сделали. Поэтому поднимайте якоря, плывите прочь из безопасной гавани, ловите попутный ветер в свои паруса, исследуйте, мечтайте, познавайте». И мы, конечно, подумали, что вот этот посыл может быть, ну, не только задать тон нашей встречи сегодняшней, но и быть таким маяком в стремлении педагога двигаться вперед. Не бояться искать, не бояться прокладывать свой профессиональный путь, ну, в такой непростой, как вы знаете, сфере, как наша педагогическая сфера, ну, как сфера образования даже, можно сказать. И сегодняшние наши гости, несомненно, на своем профессиональном пути мечтали, учились, творили, искали, исследовали, ну, рисковали, любили, наверное, совершали ошибки. Исправляли их, двигались дальше. Ну, на самом деле, можно перечислять множество глаголов, отражающих движение вперед, 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 каждого в профессии. Но лучше нам из первых уст услышать про их опыт развития в образовательной сфере и о результатах, которые достигли наши гости. Мы представим наших гостей и представляем Марата Ревгеновича Гафурова, директор института физики Казанского Федерального университета, доктор физико-математических наук. Спасибо, очень приятно. Да, я представлю дальше. Михаил Дмитриевич Силкунов, академик, директор института социально-философских наук и массовых коммуникаций, наш непосредственный шеф и руководитель любимый. Тоже доктор философских наук и профессор. Гульнара Габасовна-Галеева, директор школы-лицея 187. Благодарю за приглашение. Спасибо. И Гусейн Ибрагимович Ибрагимов, член-корреспондент Российской Академии Образования, наш такой аксакал в педагогической сфере. И он представляет институт педагогики образования. Тоже доктор педагогических наук и, конечно, профессор. Вы знаете, когда Инна Игоревна говорила, вот цитату рассказывала нам из Марка Твена, я вспомнила о замечательной пословице, английской, по-моему, пословице, если не знаешь, куда плыть, ни один ветер не будет попутным. И вот у меня такой вопрос. Как вы узнали, куда плыть? Это ведь так безумно сложно, да, так сложно, так неопределенно, когда ты учишься в школе, идешь по определенной траектории, и вдруг нужно выбрать свой самостоятельный путь. Как вас, каким ветром вас занесло в вашу профессию, в вашу стезю, в ваше направление? А ведь это на самом деле удивительное и, ну, это судьбоносное решение. Человек может быть, прожить очень счастливую, очень полноценную, насыщенную, красивую жизнь. Ну или в этой жизни просто потеряться и быть несчастным, и все время ловить вот этот какой-то ветер. Гусей Абрагимович, расскажите, можно так вот немножко по, наверное, по старшинству и по приоритету педагогическому пойдем? Гусей Абрагимович, у вас есть микрофон. А, можно говорить? Да. Вы можете просто разговаривать, а мы будем задавать вам вопросы. Это и простой, и сложный вопрос, но о себе что хочу сказать. Я, мне нравилось учиться всегда. Я в школе был отличником, но не ботаником, а отличником, который одновременно и спортом занимался, и общался, и с хулиганами общался в том числе и так далее. Каким спортом есть, не секрет? А? Каким спортом? Гимнастикой занимался. Ух ты. Немного, пока в школе был баскетболом, занимался. Но учиться мне всегда нравилось. И я даже не знаю, когда, но у меня была еще со школьных лет мечта стать профессором. Почему? Потому что в то время, это были конец 60-х годов, да, 70-е годы, в отличие от сегодняшнего времени, надо сказать, профессия преподавателя, учителя, тем более профессора, это была очень социально значимая профессия. И поэтому стремление приобрести такой социальный статус для меня было очень важно, и это была моя мечта. В университете, я учился на физическом факультете Дагестанского университета. Несмотря на то, что это периферийный вуз, но там были хорошие кадры. Так здесь собралась-то и физика, что удивительно. Почему там были? Два изменщика. Два изменщика, один верный. Почему там были хорошие кадры? Потому что все преподаватели практически Дагестанского университета, они проходили аспирантуру либо в московских вузах, либо в санкт-петербургских вузах. То есть они проходили очень большую научную школу. Поэтому кадры были там очень сильные. И у меня было два пути, чтобы реализовать свою мечту. Либо идти в науку-физику, либо идти в школу. Но попасть в аспирантуру в области физики я не мог, потому что тогда это было очень сложно, в отличие от сегодняшнего момента. Тогда нужно было иметь направление, нужно было иметь мохнатую руку за спиной, которая бы поддержала. Ребятам такое выражение неизвестно. Этот мем неизвестен, мохнатая рука? Это значит поддержка. Что такое мохнатая рука? Это что-то очень страшное. Нужна была поддержка, да. У меня, к сожалению, таковых не было. И поэтому в аспирантуру я не смог попасть в области физики. А попал в армию. Я два года служил в армии после университета сразу. Тогда была такая практика двухгодичников офицеров. И там гимнастика помогла? Там помогала гимнастика, да. Но я офицером, я служил хорошо, но где-то мне не понравилось. И продолжать в этой сфере не было необходимости. И потребности не было такой. Потом я вернулся, служил я, кстати, на Украине, в Прикарпатском военном округе. Командиром артиллерийской батареи. И получал очень хорошую зарплату. 235 рублей по тем временам. Здесь могут быть аплодисменты. Ужить в армии и сразу получать деньги. Это уже заявка на профессора, честно говоря. Тогда такую зарплату получал до Цепи, кстати. Потом я вернулся в Дагестан, в город Хасавюр, где я жил. И нужно было искать работу. Я пошел туда, где принимают, что называется. А это было профессионально-техническое училище. Сельское, среднее профессионально-техническое училище, где я работал физиком в течение 5 лет. Но я все эти 5 лет искал возможности для того, чтобы реализовать свою мечту. Аспирантуру? Аспирантуру. Как попасть в аспирантуру? И вот в 1979 году появилось в журнале профессионально-техническое образование объявление, что в Казани открылся научно-исследовательский институт профессионально-технической педагогики АПН СССР, который объявляет набор в аспирантуру на свободных началах. То есть без никаких мохнатых рук и без никаких направлений. И это объявление появилось в мае, а в июне я уже подал документы и поехал поступать в аспирантуру. Вот сюда, в научно-исследовательский институт профессионально-технический педагогики, которому руководил академик Мирзай Исмилович Махмутов. Тогда он еще был, в 1979 году он еще был член-корреспондентом, в 1980-м стал академиком. И первый раз я, поскольку до подготовки у меня не было времени, я не прошел, получил тройку по иностранному языку, по-немецкому, но закрепился, был тогда институт такой, знаете, он назывался институт научных корреспондентов, когда желающий мог прикрепиться как в качестве научного корреспондента, ну, типа соискателя в современном понимании. Я закрепился, руководителем был назначен мне профессор, где-то тогда он еще был доцент, Гребенюк Олег Семенович, кандидат педагогических наук еще. Вот, уехал к себе, в течение года усиленно занимался, сдал два кандидатских экзамена, и в 1980-м году я приехал и поступил, уже без всяких проблем, поступил в аспирантуру. И здесь встретили свою будущую супругу. Да, где встретил свою будущую супругу. Видите как, правильное самоопределение приводит к интересным уже и личным результатам. Не говорите. Вот об этом поподробнее, потому что супруга Елена Михайловна тоже доктор педагогических наук и профессор. Здесь могут быть аплодисменты. Хочу развить эту мысль и сказать, что... Там, наверное, педагогические дискуссии на кухне случаются. Что в аспиранторе у нас было... Тогда принимали... Был большой прием. И училось на нашем потоке, наверное, человек 15 на одном курсе. И девушки, и мальчики учились. И, кстати говоря, не только... Я нашел себе пару в лице Елены Михайловной, но и другие мои друзья. Например, профессор Чашанов, известный дедакт, который сегодня работает в Техасском университете, профессором. Он нашел свою супругу. Потом Олег Лисеевичков был, который сегодня в Минске работает. Он тоже нашел свою супругу. А правда, что рассказывают, что у вас совершенно случайно не было места в общежитии. И вас вместе просто поселили. И вы даже за ширмочкой так ночевали. С кем вместе поселили? Судьба свела. Или это легенда уже? Нет, нет. Мы жили в одном общежитии. Двери нашей комнаты были напротив. Но вообще у нас была очень дружная компания аспирантская. Среда была такая аспирантская. Мы отмечали все мероприятия. Мы очень активно работали. Не только наукой занимались, но и отдыхали. Очень активно и так далее. Но это отдельный вопрос. Я про это могу много говорить. Вот, Гусейн Абрагимович, знаете, как произошла вот эта инициация? Вы были оппонентом моей докторской диссертации. Я это никогда не забуду. И у меня там есть идея о том, что происходит профессионально-творческая инициация. Когда человек понимает, что это мое. Вот когда, что называется, у молодежи торкнуло, да? Когда вот что-то такое проявилось, точно мое. Педагог – это мое. Когда? Это, знаете, вот я пришел работать в профтехучилище физиком. Я тогда понял очень простую вещь. В образовании, в педагогической деятельности можно заниматься только в том случае, если тебе это интересно и если это тебя привлекает. Если ты мотивирован на эту работу. А что это означает? Это означает, что это должно быть смыслом твоей жизни, целью твоей жизни. И второй момент. Чтобы работать в образовании и получать удовольствие от этой работы, нужно непрерывно развиваться. Нужно все отдавать этой работе, непрерывно развиваться. И только тогда ты будешь получать удовлетворение от того, что делаешь. Поскольку это очень тяжелая работа. Самая тяжелая работа, с моей точки зрения, это наука. Потому что там нужно все время искать новое. А здесь это близко к науке, да? Для того, чтобы учить, для того, чтобы давать, нужно всегда пополнять этот резерв, этот запас. Педагогическая деятельность – тоже очень тяжелая работа. Учение – самая тяжелая работа вообще для школьников. И для педагогов – это непростая работа. Поэтому, если нет цели, а цель должна быть перспективная. Как говорил Макарика, знаете, он делил цели на стратегические, тактические, оперативные. И он говорил, должна быть у человека перспективная цель. Может быть, она недостижимая, но движение к этой цели должно быть непрерывным. И я, вот когда я увидел это объявление в журнале о том, что есть набор в аспирантуре свободной, я понял, что моя мечта может быть реализована, для этого нужно просто работать. И я начал работать. И до сих пор это делаю. Несмотря на то, что это тяжелое, но очень интересное. И главное, труд, который… Человек работает ради удовольствия. Если мы не получаем удовольствия от работы, то этой работой не стоит заниматься. В образовании тем более. В образовании, я считаю, должны быть учителя и преподаватели, которые горят этой работой. Для которых это смысл жизни, а не источник там заработать денег и так далее. Но это тоже важно. Это тоже важно. Это все ресурс. Это тоже, кстати говоря, хочу сказать, что социальный статус, конечно, сегодня не позволяет привлекать молодежь, успешно привлекать молодежь в эту сферу. Потому что я считаю, что социальный статус государством недооценивается в той мере, в какой это должно быть. Потому что уровень образования – это уровень жизни, уровень общества, вообще говоря. Нет образования – нет общества. Мы надеемся, что в этом году положено начало все-таки. Мы обратили внимание на значимость. Да, в год педагога и наставника будем надеяться на это. Статус этой профессии. Здесь можно поаплодировать Бухейна Бороденовича. И мы еще вернемся к вам. У нас еще будут вопросы, будут интриги. Тот человек, у которого глаза горят. И ощущение действительно вдохновения, которое передается и аудитория. Я это на себе лично испытала, когда была и студентом, Михаила Дмитриевича. И в аспирантуре училась. И сдавала, помню. Ой, как тяжело было сдавать экзамен по философии. Как сложно. Папа немножко договорился. Он сказал, Юль сделал, конечно, все, что мог. Но смотри, там, между двойкой и тройкой, остальное сама. Михаил Дмитриевич, вам слово. Как вы умеете зажигать себя и сердца аудитории? И как вы пришли к этому пути? Юлия Валентиновна, если вспомнить, сколько раз меня говорили, как я могу зажигать и прожигать. Я, по-моему, уже тут как гирострат спалил весь университет неоднократно. Но это так и есть. Это так и есть. Но мой путь, и это избавляет меня от длинного монолога, очень в чем-то схож с путем Гусейна Ибрагимовича. Я тоже выпускник физического факультета. Но путь на физфак был как бы предзадан. Мне посчастливилось закончить две школы. Сначала 18-го до 7-го класса, потом 131-ю. Казанцы знают в 60-е, 70-е годы. Это была элитная школа физико-математического профиля. И я увлекался физикой. Дважды был победителем Республиканской Олимпиады по физике в школе. Ну, в школьные годы. И понятно, что выбор был только один. Математическое или физическое образование в университете, который шествовал над этой школой. В физфак я поступил с золотой медалью, сдав всего один экзамен. Учился на отлично, на отделении теоретической физики. Это сливки вообще. Это первая специальность в физических науках. У нас сейчас сын учится и говорит, как это сложно. Ну, это не просто. Конечно, сложно. Почему я не пошел на философию, он говорит. Я бы сказал, ну, не для аудитории. Тут русскую пословицу на этот счет. И все шло к тому, что я, ну, по окончании должен был зачислен в аспирантуру, куда я хотел, и были для этого основания. Но вышло так, что мне на старших курсах уже всерьез пришлось заниматься сначала неосвобожденной общественной работой. Я был комитет комсомолов, физфак, одним из руководителей. И все мои ожидания аспирантуры в 1976 году по окончании закончились вызовом к декану Ивана Сергеевича Поминова, легендарному нашему декану, который уже партийным слогом тогда особо не уговаривал. Я был кандидатом в членную партию и сказал, что с аспирантурой придется подождать, дорогой Михаил. И как минимум два года ты должен тут отрубить руководителем физфакской комсомольской организации. Организация большая, 1300 человек. Это нехило, я вам скажу. Ну, партия сказала, комсомол ответил, есть. Было обидно, досадно, но ладно. Обычно говорят, что мы сделаем вам предложение, от которого нельзя отказаться. Совершенно верно. И почему-то тоже фигурирует цифра 130. У Гусейны Брагимовича была такая зарплата в армию. А у вас было столько подчинений людей. У меня 230. А 230? Представляете, молодой человек, только что закончивший институт, а ему огромную такую лидерскую ответственность. И вот вдохновленный этой перспективой, ну, я решил все-таки поработать, не помешает. Я любил общественную работу, но одновременно продолжал, как бы, держать руку на пульсе физики, чтобы через два года, хоть с какой-то темой, с какими-то наработками, я человек-трудоголик, не теряю время даром. Но вышло так, это я говорю вот своим коллегам, молодым философам, надеюсь, будущим профессорам философии тоже. Значит, оказалось, что вот это очень важный момент, когда я работал над дипломом, который в дальнейшем хотел, естественно, продолжить, как основу кандидатской диссертации по физике, оказалось очень странно, когда речь дошла до написания введений, к чисто физической работе, причем изысканной, очень математической. Мы с моим научным руководителем из физтех, а сейчас уже профессор Григорий Бенцович, Тельтейбаум, тоже известная физика. Все были двое в Казани, кто только разбирался фазой перехода второго рода. Вот Марат Рудельевич не даст соврать. Другие вообще не понимали. Вся литература была иноязычная. Ты понимаешь, что такое фаза перехода? Второго рода. Второго рода. Поднимите. Первого рода все понимают. Я не понимаю. Даже я не понимаю. Тут даже пропирный род тоже не внести. Но жидкость становится кристаллическим льдом, и тогда переходы хорошо. А если второго рода? Не буду сейчас все эти физические заморочки здесь воспроизводить. И оказалось, что я не могу при всем своем физическом знании сделать это введение, исходя из физических знаний. Необходимо выйти за пределы физики и обратиться, как я сейчас уже просит, к метафизическим контекстам, то есть к философским. Вот это было, так сказать, для меня очень странно, потому что физики считали, что есть только одна наука. Физика все остальное – коллекционерный марк, как говорил один известный физический гений. Оказалось, что нет, не получается. И это заставило меня обратиться к философии. Но философию мы слушали в ВУЗе. Большой тогда курс, правда, был. Истмат, диамат по полгода. Но все равно это было давно забыто. Третий курс. Что там уже после окончания? Какая там философия? И начав как бы вот в преддверии и написания диплома, завершения введения, и развития в диссертацию, я вдруг понял, что философия – это очень интересная штука. И чем дальше я двигался в этом направлении, изучая философию уже, не по учебникам, первоисточникам, литературе, она все больше и больше меня цепляла. Настолько, что я уже как бы стал подумать, а тут далее плыву в лодке по имени физика. Этому, кстати говоря, сомнению способствует общественная работа. На физфаке, Марат Ревгенович не даст соврать, традиционно всегда культивировалась академическая атмосфера. Это всегда была башня слоновой кости. То есть люди говорили только о науке, думали только о науке. И когда мы учились, я смотрел на своих профессоров, думал, боже мой, как вообще с ними можно говорить? О погоде, о футболе, о женщинах и так далее и тому подобное. Казалось бы, это вообще исключено. Там только все шла наука. Все остальное, как бы это было вторым-третьим примечанием. А общественная работа показала мне, что, оказывается, есть система общественных отношений, есть какие-то законы общественной жизни. Все это очень коррелировало, но уже не с теоретической физикой, а с гуманитарным человечествознанием, философией в том числе. И вот в итоге, когда прошло два года, 78-й год, и мне сказали, ну все, если больше не хочешь, аспирантура на террофизике тебя ждет, научно-руководитель очень хочет с тобой продолжать. я вдруг подумал, что-то мне не очень туда хочется. И мне пришла шальная мысль в голову, а почему бы не попробовать на кафедру философии. И вот, Михаил Дмитриевич, я секундочку, да, я прокомментирую этот момент. Это очень важный момент. Нужно уметь слышать себя. Не только тех авторитетов, которые, да, как мы говорим, не божители, профессора, которые нас ведут. Это тоже нужно слушать, конечно. Но очень важно в этом во всем услышать себя и доверить себе этот выбор. Да, Михаил Дмитриевич? Да, это был рискованный, конечно, шаг, потому что здесь все много галантировано. Аспирантура гарантирована, физфаки, защита гарантирована, а затем ППС и так далее. К тому же, у меня складывались неплохие, как бы, варианты после защиты даже диссертации по физике делать спортивно-политическую карьеру. У меня была хорошая биография, хорошее происхождение, менеджерские успехи в области комсомола, партийность, да еще если кандидатская, все, до секретаря обкома я бы точно дошел к комсомолу, а затем и партии. По тем временам лучше и мечтать не приходилось. Секретарем обкома бы еще было, кто знает. И тем не менее, вот понимаете, я решил рискнуть. Один поворот головы определил весь дальнейший путь. Путь в аспирантуру, как Гусейн Абрагимович, был непрост. Здесь не было мохнатых хлоп, но было противодействие в том числе бывшего заведующего кафедры, хороших, уважаемых человек, не буду фамилию его называть. И иногда в этом противодействии формируется характер, воспитывается волей, что-то еще происходит. Не потому, что он неприязнь ко мне чувствовал, но как-то считалось. Философия – это красная гуманитарная дисциплина. Физики были не очень красные по тем временам, даже если я партийный. И брать сомнительного такого физфака, комсомольского активиста, физика на место гуманитария, где должен быть именно историк по образованию, филолог и так далее. Там не было философского факультета в университете. Ну, в общем, меня морили некоторое время. Ну, пришлось, что опять пойти в партком и сказать, что вот такая несправедливость. Я старался, а я уже начал работать в комитетическом самого университета в заместительности Тагря, а меня не пускают туда. Ну, вызвали этого заведующего. О чем был разговор Энар Газеевич Кашвудин остался в втором парткоме, я не знаю, но мне сказали, все, в этом году ты можешь подавать документы. Аспирантуру я закончил досрочно, за два года, защитился, совета не был, защищался в Саратове, учиться мне нравилось, и настолько, что я вообще забывал все и просто погружался в конспектирование истории-философии, потому что без знания классики и философии и истории никакой области невозможно работать. Но это еще не означало, что я стал на путь карьеры ППСа. Когда я закончил, я тоже, 81-й год, в январе, я уже защитился, из аспирантура был отчислен, и, конечно, я стал думать, а что дальше? Шансы на политику, на партийно-политическую карьеру еще более возросли, потому что у меня же была степень в области марсистско-ленинской философии, и все остальное, это тем более. Приглашали в спецслужбы, там тоже как бы охотились. В Москву, наверное, приглашали. В Москву приглашали на физфаке, раньше там был особый набор. Но мне, вот я уж, как Гусейн Бурагимов, завершаю разговор, тоже с шутливым таким историей, мне сказали, ну зачем тебе становиться секретарем обкома партии со временем? Следуй принципу, как раз мне сказал тот заведующий кафедр, который меня тормозил, мы с ним подружили, принципу Д. Я говорю, что такое, тленник, тленник. Он говорит, это принцип. Умрем доцентами. Я говорю, ну а почему доцентами? Учитывая обкома партии оклад 350 рублей, у доцента, ну со стажем там 5-10 лет, 320. Можно еще подработать здесь. Ну что такое партийная жизнь? Дисциплина, накачки, разносы, в любом моменту уберутся, шлют, переведут и так далее. А здесь вуз, студенты, достаточно академическая атмосфера, ненормированный график работы, не надо с 8 до 6 и так далее. Ну и уже потому, что я имел опыт в педагогической практике, в аспирантуре и так далее, ну я подумал, а почему бы это, не остаться здесь? У меня было сделано предложение, а дальше все же понеслось, понеслось. Вот. Свой выбор я никогда не жалею, да, и подчеркну то, что Гусейн Богимович сказал, мы видим, вот педагоги друг друга сразу понимают без слов. Быть преподавателем, это в первую очередь испытывает удовольствие, наслаждение от работы. Если видишь в работе или в вузе только работодателя, где можно заработать, где можно что-то славчить, сделать карьеру и так далее, и не любишь сам процесс, надо искать другую профессию. И второе, усилю ваш тезис, образование это форма общественного служения. Вот экономическая деятельность не форма служения, политическая тоже не форма служения, как образование. Образование в этом смысле сродни религиозному служению, служению в армии, то есть служению тем интересом, который для тебя всегда выше собственного «я». Я не призываю к каскетизму, я никогда не был монахом, уровень, достаточный для обеспечения жизнедеятельности профессора, доцента, должен быть, но он не должен быть приоритетом. В образовании идут не для того, чтобы купить недвижимость на Лазурном берегу, сделать валютное накопление, ездить на крутых иномарках. Да, я езжу на иномарке, живу в хорошей квартире, есть дача, там, тещина 70-х годов в постройке. Мог бы себе позволить больше, наверное, мог, но мне это ни к чему, понимаете? Я был как-то в гостях, я заканчиваю, извините, у одного коллеги, все по-честному, бизнесмен, юрист по образованию, построил там в 90-е годы, ну, коттедж трехэтажный, 16 комнат, в каждой комнате по плазме. И вот он мне с гордостью показывает. Я все посмотрел, я мне, конечно, странный, я говорю, Володя, а как ты плазма-то в каждой комнате по графику смотришь и так далее? Он так замялся, ну, так положено, вот гостям показывать. Ну, вот ему нравится, он бизнесмен, ему нравится показать, что он заработал, что он ставит детям, какой он богатый, крутой и так далее. Я горжусь не этим, я горжусь глазами своих студентов, своими учениками, подготовленными кандидатами, докторами наук, тем, что развивается система образования, тем, что моими усилиями без ложной скромности был создан философский факультет. Вот этим я горжусь. И мы гордимся. А можно сразу вопрос? Да, конечно. Вот, к нашим уважаемым выступающим. Конечно. Тут Михаил Дмитриевич правильно сказал про образование, а как вы относитесь к недавно отмененному тезису, что образование – это услуга? Ну, этот тезис не отменен, может быть, он эта риторика отменяет его, но все знают, что организация образования, по крайней мере, в высшей школе продолжает строиться на услуговом характере. Ну, Марат Ильич, я отвечу по-философски. Пока есть общество, которое строится на принципах экономоцентризма, на рыночных принципах и управляется менеджералистическими методами, вы никуда не денетесь от того, что так или иначе образование не может не быть товаром на продажу. Понимаете? Ну, рынок – такая вещь, не мне вам говорить, вы опытный, взрослый человек, умный. Не бывает так, что это рыночная в обществе, эта сфера рыночная, а это вот будем беречь, как остров социализма, как Куба, как Канадеер и так далее. Капитализм этого не терпит. Он не мы чем-то катанием, под любой риторикой все равно эти сферы покроет, потому что капитализм означает одно – платность всех форм деятельности на основе таланно-денежного обращения. Всех без исключения. Медицины, образования, искусства, культуры, спорта, эстрады и так далее. Хорошо это или плохо? Повторяю, это объективно для такого общества. Мы можем противостоять в чем-то политическими средствами, отчасти духовными и так далее. Но тренд именно такой. Вы вошли, скажем так, в педагогическую деятельность, еще в другой парадигме, поэтому вы принесли разумное, доброе, вечное из другого еще. Мы продолжаем его отставить. Из другого мира принесли и продолжайте. Сколько лет, Михаил Дмитриевич, в Казанском федеральном? Я поступил в 71-м, в 76-м закончил. Топчу эту стену уже 53-й год. Аплодисменты, господа. Спасибо, Михаил Дмитриевич. Слушая вас, помнила, как папа всегда говорил, что не нравится, не нравится лекцию вести, значит, ты плохо готовилась. Тебе было неинтересно готовиться, и значит, неинтересно было вести. Готовьтесь к лекциям. И, да, можно, конечно. Михаил Дмитриевич, скажите, пожалуйста, вот, оглядываясь на свой путь, такой замечательный, а может ли вы сейчас сказать, что философия является самой главной наукой всех наук? Нет, такого я... Ну да, это проакционный вопрос. Так что мы говорим, здесь представители разных наук. Не только, и, может быть, не столько наука. Когда-то, действительно, она, как король лир, раздала все свое богатство своим дочерям по имени, физикам, математикам, со временем и так далее. Я бы не сказал, что она главная, но я могу сказать, что она неотъемлемая часть высшего образования. Я бы сказал так. Да, спасибо. 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 А сейчас хочется слово предоставить нашей даме. Да. И директор школы, у нас здесь высшее образование, да, а здесь среднее образование. И это, наверное, ну, это такое очень, очень сложное в нашем представлении, сложное звено образовательного процесса. И одно дело, действительно, мечтать быть профессором, наукой. Это как-то романтично, да. А мечтать быть директором школы, наверное, ну, или учителем в школе, да, у нас здесь тоже школа, Адымнар присутствует, и другие школы Казани. Наверное, это интересный путь. Слово предоставляется Гульнар Габасовный Галиев. Ну, позвольте еще раз поблагодарить за приглашение. Безумно рада, счастлива сегодня находиться в стенах Казанского федерального университета, слышать интереснейшие истории прихода в жизнь, в профессию уважаемых ученых. И, знаете, сижу и думаю, что почему мы не приглашаем к нашим детям то ли ритм такой бешеный, да, как много интересных людей, как много интересных историй, как люди сделали сами себя, иногда не благодаря, а вопреки и приходят к таким вершинам. Вопреки бывает всегда, не бывает легких путей, да, вопреки всегда. И, если позволите, мы рады будем пригласить вас в наш многопрофильный лицей 187, где более полутора тысяч уже на сегодня пытливых умов, глаз детей смышленых, которым бесконечно хочется попробовать себя в разных, наверное, ролях и послушать вот таких интересных людей, чтобы они видели, что, ну, не надо ждать, что кто-то придет, осветит твой путь, зажжет свечу, а нужно это просто брать, делать самому, и есть примеры таких успехов. Гульдар Габасовна, у путливых учеников, наверное, путливые педагоги. Вот вспомните свой первый урок, как вообще у вас произошло становление самого себя, как учителя, что с вами происходило? Ну, если немножечко к тому вопросу еще вернуться, как вообще путь в педагогику был, потому что первый урок был тоже не с реальными учениками, а первый урок был в игре. Ну, вообще ведущий... Сейчас ребята подумают, что это VR-тренажер был, да, не с реальными учениками. А как это по-другому? Ведущий вид деятельности ребенка – это игра до определенного возраста, и все мы, познавая мир, играем самого своего рождения. И вот первые мои уроки были через игру, но еще немножко вперед. Наверное, мой путь в педагогику был предопределен тем, что передо мной был яркий пример учителя, это моя тетушка, которая 44 года проработала учителем начальных классов, пионер-вожатой в большом крепком селе. Амина Ахматовна Ахматова. Аплодируем. Она не вышла замуж, у нее не было своих детей, и, наверное, это вот все о том, что если ты готов самопожертвовать, отдать себя целиком и полностью, вот это был тот пример. И если вспомнить период того времени, учитель на селе, но это, пожалуй, даже больше, чем, наверное, председатель сельсовета. Это было настолько уважение, поклонение, и я видела, как учащиеся ее выпускники, которые разлетелись по разным уголкам Большого Союза, возвращаясь, прилетая на летний период в отпуск, они в первую очередь даже шли не в свой родной дом к родителям, а с рюкзаками, с чемоданами, они шли к Амине Ахматовне. Они интересовались, как ее дела, какие у нее там есть проблемы, нужна ли помощь, а у нее был составлен график. График приема, выпускников. График, что если кто-то там приедет, о чем попросить, какой помощи, потому что своих детей нет, а мои родители, ее племянник, мой папа, приезжали, ну там, не так часто, как хотелось бы, и накапливались дела, заботы в частном доме. И мне было настолько интересно, что собравшись все вместе, ребята что-то делали, там, ну не знаю, помогали, на кого-то берут. Это, наверное, действительно истинная любовь к учителю, пойти покопать в огороде, починить что-то в доме. Это вот действительно маркер настоящей любви. А потом собирались все за большим столом, ну, летние, теплые ночи, там, фонарь во дворе, и все вместе какие-то воспоминания, просмотр фотографий, и настолько это было тепло. Вот я просто понимала, что ну только учитель. Другие профессии какие-то даже я не рассматривала. А потом был первый учитель Галина Геннадьевна Головизнина. И прошу обратить внимание, у одной было ААА, А в кубе, она всегда писала, когда письма подписывала, А в кубе. А потом первый учитель, ГГГ. Я все думала, вот я Гульнара, вот они символы и мемы, да? Вот я Гульнара, и вот я Гопасовна. Мне нужно мужа найти с буквой Г, чтобы было Г-кубе. Точно, Гульнара Габасовна Галеева, 3Г. Здесь какой-то шифр явно скрыт. Профессиональный выбор предопределил также и личный, семейный выбор, да. Ну потому что надо было на букву Г фамилию, что ли? Ну и вот если о первом уроке, то первые уроки проходили, когда после школы, возвращаясь из портфеля все аккуратно, не куда-то закидывался портфель, аккуратно все складывалось на стол, пачкой, вот учебники, вот тетради. И мы начинали учить уроки с моими игрушками, разложенными на кровати, рассаженными за парту, потому что это первый, второй, третий ряд. А соседка, Лидия Ивановна, была учителем начальных классов, ну дверь не очень там толстая, все слышно, и она все моим родителям говорила. Хороший учитель у вас растет, уроки ведет, все по методике как надо, заслушаешься, видимо, у двери там было слышно. Вот такие первые уроки. Вы знаете, в одном из направлений психологических ну таких вот практик, обучающих технологий, нейролингвистическое программирование, технологии обучения, еще технологии Пандуры, которые описаны оперантное обучение, есть идея о моделировании, о том, что мы моделируем, мы берем образ, мы какие-то берем паттерны поведения, и вот через этого как-то проявляемся. Очень интересно. Ваша история, вот она, наверное, о том, о том, да, что проявлялись какие-то черты, характеристики, да, в вашей тоже работе. Спасибо. И это вдохновляло, и это зажигало ваши сердца. А чуть дальше был университет. А чуть дальше педагогический колледж, потому что, ну, я родом из Удмуртии, и тот педагогический колледж, который я заканчивался, славился на всю республику, что оттуда очень сильные педагоги, специалисты выпускаются, и действительно они были руководителями в министерствах образования, много директоров вышло оттуда, и путь был предопределен. Единственное, что поступало я в то время, когда на профессию педагог был двойной отрицательный отбор, наверное. в педагогику, скажем, шли те, которые, может быть, никуда не поступили, и, может быть, не очень хотелось, но вот здесь была возможность сюда поступить. А по окончании колледжа, ну, так случилось, что не все пошли в педагогику, потому что, ну, учились, потому что сюда поступили, но уже знали, что учителями они не будут. Это были девяностые. Вот в нашем городе говорили, стыда нет, иди в мед. Ума нет, иди в вет. Вет. Ветеринарный. Ветеринарный академия. Ни того, ни другого нет, иди в пед. Ну, почему-то вот так говорили. А сейчас мы говорим наоборот, говорим о том, что уровень какой-то внутренней духовной культуры для того, чтобы быть настоящим учителем и вынести вообще все невыносимое бремя, которое ложится на плечи учителя современного, а тем более директора школы. То есть здесь настолько, настолько бывает сложно помогать детям с разными сложными судьбами в сложных ситуациях поддержать, понять, найти правильный вектор какой-то, да, спасти ребенка. На самом деле, наверное, здесь задача, если у нас в УЗе учить и саморазвитие, продолжать развитие дальше, то здесь, наверное, просто иногда даже просто спасти, просто не дать утонуть, не дать погибнуть. Давайте поаплодируем прекрасному директору, интеллигентному, мудрому и теплому очень. Я вот это как-то чувствую, что у вас много любви к детям. Мы еще вернемся, еще будут вопросы. И вопрос Марату Ревгеровичу тоже о том, как произошло так, что произошло, когда вы оказались, на самом деле, я знаю, что когда учился в аспирантуре, в лихие 90-е, вдруг занесло в школу, но мало того, что в школу, еще и делал на телевидении детскую передачу. Был первым трямочем. Давайте поаплодируем Марату Ревгерчу Гахуру. Была такая телекомпания «Вариант» и Марат Ревгерч вел там детскую передачу. Да, всех здесь сидящих я самый плохой педагог. На сайте университета так и написано, что мой педагогический старший всего 5 с небольшим лет. До этого я занимался чем угодно, только, так сказать, не был доцентом и старшим преподавателем. И до сих пор этого у меня нет ни звания, звания доцента. Мне недавно сказали профессор, ничего не расстраивайся, скоро доцентом станешь. То есть люди сейчас не понимают, где профессор, где доцент и считается, что доцент старше, чем профессор. Так что все хорошо. Ну, а в том, что так потихонечку выбирается выбор, так получилось, что, конечно же, в год педагога и наставника это педагоги и наставники, которые себя окружают с детства. Это, конечно же, в первую очередь мой папа. Работал тоже в разных местах. Я всегда был окружен проводами, релюшками, катушками. И поэтому для меня говорят впитать с молоком матери, а я не знаю, как впитать с электронами отца. То есть вот эта вся электрическая часть для меня была как открытая книга уже там с какого-то времени. Более того, там, скажем, механику, как течет вода, как работает сантехника, я поднимал через электроны. Ага, электроны текут вот так, значит сантехника работает примерно так же. Не наоборот, как сейчас. Ну и как обычно делают, что посмотрите течение воды по трубам, после этого переходим к электронам, это примерно то же самое. У меня был ровно оборот. То есть... От электричества от электричества сантехники. Более простым вариантом. Более простым вариантом. Второе, конечно, в 88-й школе работал великолепный педагог физики, заслуженный Анатолий Лукаянов. И перед 6-м классом, когда начиналась физика, в 5-м классе он обязательно приглашал в кабинет и показывал фантастические опыты, эксперименты, после которых у всех загорались глаза. А давайте похлопаем тем педагогам. В судьбе каждого из нас были педагоги, которые действительно сыграли огромную роль в нашей судьбе. А для меня это Людмила Дмитриевна Грезина, учительница школы 126, учительница русского языка и литературы. У каждого из вас, наверняка, тоже такие есть учителя. Ну, вот это приотпределило то, что я перешел в 131-ю школу, как и все наши здесь уважаемые сидящие гости. Очень любил учиться, до 12 ночи с удовольствием решал примеры, задачки из Рамкевича. Ну, и вот тоже очень важно, что каждую неделю мы ходили на физфак, то, что сейчас называется там проектным обучением, еще что-то, она у нас была. То есть, ну, понятно, частью мы строили уникс, таскали здесь керпичи. На чем мы строили уникс? Да. Или наоборот, не устроили уникс, а на чем мы решали задачи? Частью мы все-таки ходили в лаборатории физфака и чему-то там все-таки учились. Как сейчас, помню, например, мы с помощью ультразвука пытались разбить, регулировать частоту и разбить струю из крана. То есть, подбирая определенную частоту, можно было добиться этого эффекта, что струя из крана перестала течь, перестает течь ламинарно и начинает течь как угодно. То есть, вот такой вот хороший эксперимент, который, ну, в общем, я тогда не мог объяснить, да и сейчас, наверное, не смогу объяснить в полной мере. Потому что у вас педагогический стаж еще маленький. Будет побольше, все объясните. Все объясню. А как во время аспирантура вы оказались в детской передаче? Это ведь тоже, ну, только формат педагогического воздействия. Я как раз поступил на физфак в 89-м году, а закончил в 94-м году уже на сломе эпох, когда, в общем-то, зарплаты педагогов, особенно научных сотрудников, стали крайне низкими. Желающих пойти в аспирантуру просто не было, надо сказать, на тот момент. И вот я сейчас понимаю, что там из 60 человек, которые более-менее по специальности закончили, у нас в науке осталось 4 человека с той поры. Люди шли куда угодно, в том числе и я. Ближе к окончанию я звонил по школам и говорил, что я хочу поступить к вам, учителям. Они спрашивали, что закончили? Физфак, нет учителя физкультуры, нам не нужны. Если учесть, что у нас, Михаил Дмитриевич, была в кафедре гравитации и теории относительности, ГТО, физфак. То есть люди говорили, что закончили? Сдал ГТО. ГТО, физфак. Простить учителя физкультуры в школу не нужны. Ну, в 93-м году я поступил в школу в Мирном и у меня первая запись выдали мне трудовой, она называлась «Руководитель кружка бальных танцев». Неожиданно. Да, потому что я еще не закончил, мне не могли никакую должность дать и когда закончил, то есть я стал учителем физики. А бальных танцев, потому что на самом деле есть и такая квалификация и танцевальная тоже. На самом деле директорами институтов и академиками и профессорами становятся люди, наверное, разносторонние. Вы сейчас это уже тоже понимаете, да? Здесь и гимнастика, здесь и такая лидерская работа партийным, комсомольским выжаком. То есть все равно это многосторонность какая-то, это не один вектор движения. Ну и поступив в школу, ну, из-за чего, впрочем, платили бы в аспиранту и хорошо не пошел бы работать. А так получалось, что с утра работал в школе, потом ехал сюда, здесь все, что возможно делал, паял, программировал, измерял, занимались мы магнитным резонансом. То есть опять все, то есть в принципе я был нормальным таким ботаником. Надо сказать, что школа это было суровое испытание, очень тяжело, пять лет я отработал в двух разных школах. А вечером, спасибо, наверное, Униксу и студенческому клубу в то время, случайно увидел объявление, что набирается студенческий кружок, театральный кружок, сейчас это известный Фаткулин, Рустаму Ланурович, то есть набирал кружок, режиссер-постановщик, режиссер-постановщик, заслуженные деятели искусства РСФСР и так далее, и так далее, там Россия, вот так потихонечку втянулся, так сказать, в это мероприятие, скажем так, культурно-массовое. Начинали мы с баскетбола, с Уникса, если кто помнит, там ростовые маски бегали, развлекали людей, то есть было танцевальное шоу, девочки бегали и ростовые маски. Вот в ростовых масках бегали мы два аспиранта Казанского федерального университета института физики и люди с других факультетов нашего университета. Я открою еще маленький секрет, когда Марат Ревгерч думает о чем-то или когда хочет отдохнуть, он умеет жонглировать еще. То есть вот какие-то разные навыки, которые, наверное, спасают, что люди... Ну, как раз в этом кружке мы занимались и брейк-дансом, и жонглированием, и всем чем угодно. И так потихонечку познакомились с людьми, вышли на нас люди, смотрят, ну, да, вроде хорошие люди. Разносторонние ботаники. Разносторонние ботаники. Все, начались елки. Как в одном анекдоте в Голливуд не поеду, у меня елки, вот у меня начались елки, потому что за елки я получал больше, чем за год. Чем за аспирантуры. За аспирантуры, поэтому елки это было святое, поэтому в начале 99-го года меня выгнали из школы с позором, потому что, естественно, в январские праздники, вроде каникулы, я должен приходить в школу, но я не приходил, нет, все, вычеркнули меня из рядов учителей физики, поскольку я такой был нарушитель дисциплины. А после елок вот так получилось, известные тоже люди в Казани, Туманов и Оладинский, потихонечку с помощью вот их помощи, с помощью вернувшейся из Москвы Инны Барышевой, вот так мы перешли на телекомпанию «Вариант», который тогда тоже возглавлял выпускник физфака, надо сказать, но это не по блату, без мохнатой руки, а время было опять сложное, потому что, если вы помните, передача «Спокойной ночи малышей», ее стали, поскольку она не давала рекламы, в детских передачах нельзя было давать рекламы, то есть, никакой прибыли не приносил, ее стали кидать с канала на канал, переносить со времени на времени, вот эта ниша детских передач осталась абсолютно свободной, пустой, и мы на варианте ее заняли, сначала одной передачи, потом другой, и поэтому здесь мы добились достаточного успеха, в Казани нас знал, как каждый таксист, делали скидки, видимо. Спасибо, Марат Ревгерыч, речь, видимо, о том, что любая наука, любое профессиональное такое вот, профессиональное становление происходит через какую-то еще одну творческую, да, творческую, какое-то интересное такое самораскрытие, и это дает устойчивость, дает какое-то вдохновение двигаться дальше. Прошу теперь помощи зала, и у вас наверняка возникли какие-то вопросы, какие-то комментарии, может быть, свои. Альфера Фисна-Масалимова, заведующий кафедрой педагогики высшей школы Института психологии и образования. У меня вопрос к Михаилу Дмитриевичу и к Усену Ибрагимовичу. Итак, Михаил Дмитриевич, хотелось бы у вас узнать ваши отношения к этому, так скажем, принципу headhunting, вот вами прозвучало, да, любой организации, и в том числе образовательной, все-таки действует этот принцип headhunting, погоня за головами. Но, как правило, к сожалению, данный принцип показывает свою несостоятельность в плане того, когда мы находим какие-то кадры, привлекаем их в нашу образовательную организацию, они не всегда, к сожалению, показывают патриотичность к этой организации и преданность. Как вы считаете, что нам нужно сделать для того, чтобы перейти от принципа headhunting к принципу headgrowing, взращивания самостоятельно этих голов? Все-таки мы очень богатая страна, культурно-исторические традиции, и в нашем университете учились очень знаменитые люди. Почему мы все-таки продолжаем заниматься headhunting и не переходим как-то на этот headgrowing, на взращивание самостоятельных голов? Это вам вопрос, вы пока подумайте, я сейчас Мусейн Иврагимович также задал. Давайте сначала ответ звучит, а потом вы еще раз зададите вам. Ажиар Алисовна, спасибо большое за этот вопрос, я как раз к нему хотел вернуться в завершение нашей встречи, но вы меня как бы умело подтолкнули высказаться раньше. Действительно, вот традиционно такой институт образования как высшая школа, ее учреждение это самовоспроизводящийся институт, несмотря на то, что есть институт открытых вакансий, выборов, конкурсов и так далее. И бесспорно, по традиции, ну, лучшие вузы всегда, по крайней мере, в России крепли, исходя из тех, кто связывал свою учебу, а затем судьбу, жизнь, профессию со студенческих лет. Эта тема волнует очень многих, и вот замечу, что в прошлом году, в конце, я был участником российского профессорского собрания в Москве, там обсуждал специально этот вопрос, и прозвучала очень хорошая мысль из уст, по-моему, Виктора Антоновича Садовничева, или кого-то, ну, из ведущих ректоров нашей России, что интерес к профессии педагога высшей школы, ну, было прямо сказано, профессору надо формировать уже с ранних студенческих лет, вплоть до того, чтобы вводить специализированные модули в программы любых направлений, потому что преподаватели нужны по всем направлениям, которые бы уже, и очень хорошо, что у нас наши студенты-философы здесь сидят, другие, будущие, надеюсь, профессора, чтобы уже с бакалаврских лет не всех, конечно, никто не говорит, что все должны быть профессорами, но уже закладывать мотивацию, интерес тех, кто уже в бакалаврите начинает задуматься, а почему бы мне не связать свою карьеру с родным университетом, а это значит магистратура, это значит аспирантура, это значит ассистент, доцент и так далее, но везде эти вещи должны быть уже включены, как мотиваторы и может быть практики образовательные адекватные на студенческих ступенях, если мы это не сделаем, то тогда либо вы будете неквалифицированы, да, вот он хороший физик, молодой доктор наук, у нас вакансии, давай его возьмем, либо вы правы, весь регальный, весь успешный, весь лауреатский, но не выкормаш не в обспитании квуза, и ему за 5-10 лет или 15 что он будет работать, но не сделаем моего тех, кто пришел сюда, я вот по лестнице к университету библиотечной хожу уже, начиная со студии лет уже, с 71-го года, 50 с лишним лет, и я поднимаюсь, всегда вспоминаю 1 августа 71-го года, когда я шел на экзамен по математике, поступая в университет, она когда-то еще выщербленная была, но она была, я вот помню даже, каких клешек я шел в индийском свитере, волосы до плеч, был у меня в те времена, вот чуб несененский до сюда, не думайте, что лысым был 17 лет, он всегда меня напоминает, это. Спасибо, спасибо. Спасибо. И вопрос Гусейна Ибрагимовича. Гусейна Ибрагимович, вот проблема наставничества, так скажем, начала буквально актуализироваться, в 2018 году был введен знак отличия за наставничество, в 2023 год объявлен годом педагога и наставника, это все хорошо, это все замечательно, что наконец-то государство услышало об этой проблеме, но что же нам нужно сделать, нашему обществу, чтобы популяризировать, распространить более актуализировать проблему наставничества, потому что народ не понимает, что такое наставничество, как можно это сделать, Гусейна Ибрагимович? Как сделать это красиво, Гусейна Ибрагимович? Да, совершенно верно. Спасибо за вопрос, вопрос, конечно, непростой, но что такое наставник? Наставник это тот, кто помогает, подсказывает, поддерживает, консультирует, вводит в профессию. Часто бесплатно. Часто бесплатно. Вот в советское время выпускников, которые проходили на работу сразу после выпуска, назвали молодыми специалистами. И к ним в школах и в других структурах прикрепляли опытных специалистов в этой структуре, которые первые два-три года им помогали, поддерживали, консультировали и так далее. Это было и в школе. Сегодня, к сожалению, этого института нет фактически, но возвращаясь к этому вопросу, что хочу сказать. Для того, чтобы наставничество заработало полную силу, нужно не ограничиваться рамками только образовательной организации. Там назначать наставников, включать там в профессиональные функции опытных педагогов вот это дело и так далее. Этого мало. Школа сегодня не замкнутая система, так же, как и любая другая структура. Мы открытые, поэтому нужно формировать общественное мнение. Кстати, Ушинский, 200 лет, который мы отмечаем, Ушинский про это говорил 200 лет тому назад. Общественное мнение о воспитании он говорил, в данном случае о наставничестве. Почему мы по телевизору видим программы только развлекательного плана, наставники в голосе, наставники программы «Ты супер!» и так далее. Если бы мы в средствах массовой информации, в социальных сетях и так далее поднимали эту проблему на таком, можно сказать, государственном уровне, а год наставника как раз способствует этому. Я чувствую, это камушек такой наш огород уже, что мы медиана должны поддержать эту идею, как сейчас говорят, челлендж создать. И я хочу представить здесь с нами в студии сегодня как гость, обычно как ведущий модератор Леонид Григорьевич Толченский, директор Высшей школы журналистики. Леонид Григорьевич, прокомментируйте и может быть вопрос? Нет, комментировать я ничего не беру в данном случае. С удовольствием вот с учетом того, что приходится на некоторое время покидать зал, слушаю все, что рассказывают, крайне интересно и ценно, да, с точки зрения восприятия жизненного пути, опыта, каких-то знаний, которые вот здесь звучат. поэтому ничего комментируют, надо впитывать. Вот у меня вопрос, знаете, вот по школе, вот Вы сказали, когда ни того, ни другого нет, тогда впит, вот вообще очень грустная штука, да, таких педагогов теперь, да, дальше еще ведь, Вы говорите, двойной от СЕФ, она тройной проходила, потому что, а когда уж совсем выбора не было, то ты все-таки шел в школу, а у кого еще какой-то выбор был, а не куда-то другое место шли. То есть, в школу в результате попало огромное количество людей, которые по всем параметрам там не должно быть даже близко. Они сегодня составляют большинство педагогических коллективов, а мы потом в ужасе, да, от того, кто приходит сюда учиться. Значит, как Вы решаете этот вопрос о формировании все-таки качественных коллективов при остром дефиците качественных преподавателей? Благодарю за столь глубокое понимание вообще ситуации. Действительно, тот момент, что вынуждены были прийти работать, потому что, ну, либо на рынок идти тогда, помним мы эти времена, да, либо в школу, где с задержкой зарплат в 5-6 месяцев, когда мы начинали свою профессиональную деятельность. Но, слава Богу, к счастью, на сегодняшний момент, по крайней мере, в тех образовательных организациях, где мне посчастливилось работать, вот большая часть коллектива, это не из числа вот этого тройного отсева, слава Богу. Есть и сегодня молодые коллеги, специалисты, которые приходят в школу, вот, наверное, это нашим юным сегодня участникам встречи, будет интересно услышать, знать, действительно, в школу и вообще в науку, для того, чтобы этой миссионерской деятельностью заниматься, идут не за деньгами, не за большими какими-то приобретениями недвижимости в том числе. Первый год нашей работы одна молодой специалист, проработав сентябрь и получив зарплату в октябре, пришла ко мне с заявлением об увольнении и говорит, а почему только оплатили уроки, а где оплата за то, что я заполняю электронный журнал, проверяю тетради и еще до ночи обязана там с родителями обсуждать какие-то проблемы. Улыбаюсь детям и глажу их по головке. И люблю их. Почему мне за это нет надбанки? Список мог продолжиться и протягивает мне заявление. Вы знаете, я тут же подписала и сказала, больше прошу вас ни в одну школу не ходить. Вы не наш человек. Да. Совершенно вот буквально на днях человек, которая пробовала, я тоже не буду уж называть ни имен, ни фамилий, я не знаю, как сложится ее карьера в дальнейшем, с первого дня, посещая ее уроки, мы там корректируем, помогаем. Человек не хочет меняться. И вот в понедельник снова совещание при директоре, поднимаем определенные вопросы, и она говорит, да напишу я заявление об увольнении. Я сразу поняла, что я тут, ну, типа, не ко двору пришлась, потому что и то, и другое, и третье. Я говорю, к сожалению, вы не поняли, что вы все-таки вот, ну, не учитель, потому что вы не любите то, что делаете, и делаете то, что не любите. Поэтому результата не будет, а портить детей и свою жизнь... Я даже не разрешу своей жизни портить. Для чего? Она говорит, ну, да, тем более, что я еду до сюда 26 остановок, вот это ее приоритеты, потому что она тратит время, тратит там деньги и не получает материального удовлетворения. Слава Богу, что у нас много молодых креативных и условия в нашем, ну, я считаю, инновационном образовательном учреждении мы стараемся создавать несколько иные, ломая стереотипы. Например, первый педагогический совет, август 20-го, школа еще только готовится принимать первых учеников, еще не все везде отмыто и порядок не везде. Пришли педагоги с блокнотами, ручками, готовы записывать, наверное, цели и задачи на учебный год, ну, все как всегда по стандарту. А мы им говорим, блокноты, ручки уберите, садимся в кружочек, мы пригласили психолога, тренинг. И будем здесь и заниматься арт-терапией, настраиваться. И мы познакомились, и мы узнали, и мы написали, что каждый из нас может сделать полезного для школы, для детей и так далее. Эти записи все есть. И процентов 80 тех членов коллектива, кто тогда пришли, они с нами, они продолжают наш путь и всем другим рассказывают. Вы знаете, у нас здесь вот так и вот так. А кто не верит, приходите. Приходят, устраиваются к нам. Кто не верит, приходите. И действительно, вы сказали очень важную вещь, что учитель – это не профессия, это призвание. Это, наверное, так же, как призвание быть врачом и что-то очень такие очень трогательные, очень важные профессии. Вспомнила, что однажды на конференции медиков приводили исследования, результаты исследований о том, об уровне счастья у врачей, то есть насколько они счастливы в профессиональной жизни живут. И там потрясающие, там очень высокие оценки. То есть они говорят, что мы работаем по призванию. Я думаю, что если настоящих педагогов спросить, вот те, кто любит свою работу, те, кто действительно здесь на своем месте, там тоже уровень счастья будет очень высокий. Хотела, мы видим, по нашим гостям. У молодежи есть вопросы к нашим гостям? Наверняка есть. Прошу. У меня вопрос к Михаилу Дмитриевичу. Я работаю в школе и занимаюсь междисциплинарными связями. Скажите, пожалуйста, вот некие маленькие примеры связи именно физики и философии. Можете привести? Ну, я уже намек сделал. Значит, если быть или трудиться физике на таких передовых фронтирах, край науки, значит, вы без метафизической компоненты вряд ли сможете обосновать, ну, скажем, какой-то предмет своих исследований, сделать заключение и так далее. Это касается именно передовых исследований. Там, где еще терминологии не сформированы, общего понимания нет. И у вас нет другого способа. Это доказано математиками, усилиями великого Кантора. Математики тоже, они очень чванливые на этот счет люди. И еще в 19 веке пытались ответить на вопрос, как возможно математика, то есть, каковы основания вообще математики, как науки. И Кантор, ну, это имя в теории множеств, о чем-то говорит любому математику, в итоге был вынужден сказать, что в пределах математики мы на этот вопрос ответить не сможем. Мы должны идти на поклон к философам. Ну, уж если математики так сказали, то физики после этого не могли не подтвердить это. Это тоже было подтверждено в 20-х годах, 20-го века. С этим согласились химики и биологи. Это первое. Ну, вот, наверное, все. Ждать, что философия физики решит интеграл, там, возьмет детерминат матрицы, сосчитает вам еще что-то, не надо. Философия это не дом советов и не библиотека. Философия это орудие мысли, которое просто шлифует ваше мышление в сторону системности, критичности, проективности, рефлексивности. И эти черты, без них сложно работать в науке. Наука это всегда почему, это всегда сомнение, а самое главное почему-очки это философы и самое главное рефлексивное по отношению ко всему, в том числе и к своим исследоватым результатам, это тоже философы. Философия моделирует какие-то парадигмы, то есть это какое-то системное такое мышление. Здесь с этой точки зрения очень близко, мне кажется, к таким логическим наукам как физика. Гусейн Абрагимович, как бы вы ответили на этот вопрос? Я думаю, что это вопрос ко всем физикам, физикам, лирикам. На межпредметные связи? Да. Но я согласен с Михаилом Дмитриевичем, что могу добавить как физик. Но вообще не только физикам. Преподавая любую дисциплину, любую тему по любой дисциплине, мы должны иметь в виду, что эта дисциплина формирует не только предметные знания, но прежде всего мировоззренческий контекст. Мировоззрение формируем мы. Поэтому через предмет смотреть на мир. Что есть мир? Вот это, если мы вот эту мысль будем закладывать в процессе своего, в процессе педагогической деятельности при изучении той или иной дисциплины, любой учитель будет формировать то, что сегодня в стандарте называется универсальной компетенцией. А контекст, он в зависимости от той темы, которую вы преподаете, он будет иметь определенное своеобразие. Например, если вы там теорию относительности рассматриваете один, если вы там говорите о механике, другой контекст философский может быть. Вот так. Но мировоззрение, философия – это мировоззрение. Как я вижу мир? Спасибо. Ну вот универсальность – это действительно тренд современности, и синтез всего несовместимого, казалось бы. Здесь рождается что-то новое всегда. Это всегда очень интересно. Спасибо. И все-таки что-то не возможно без философии? Я думаю, что одно без другого существовать тоже не может. А сейчас мы перейдем к интриге нашего сегодняшнего встречи. На следующем этапу. На самом деле, дорогие гости, у нас здесь, конечно же, не все участники нашей конференции смогли присутствовать сегодня утро, рабочий день, и большая часть педагогов находятся на своих рабочих местах, в колледжах, в школах. Но хотели на самом деле задать много вопросов, и мы заранее говорили об этом мероприятии, нам поступили вопросы, мы с Юлей Валентиновной обработали эти вопросы, ну, какие-то повторяющиеся убрали, какие-то обобщили, и на самом деле получилось большое количество этих вопросов. Получилась целая шляпа вопросов. Шляпа вот такая вопросов, мы подготовили карточки с такими вопросами. Инна Игоревна, а можно просто в шляпе, пусть вслепую даже? Да, ну, естественно, они будут в шляпе, они будут в слепую, и мы хотим, чтобы, ну, просто кому какой вопрос достанется, поиграем, немножко поиграть. Билеты. Да-да-да, билеты. Видите, у кого какие ассоциации? Я бы, наверное, поочень подходить после ответа. А пусть и Инна Игоревна разбить всем, чтобы мы готовились за временную подготовку. Все хотят получить вопрос. Можно сразу по два взять, да, и ответить на понравившийся. Русейн Ибрагимович, с вас начнем. Был ли у вас наставник? Кто и какой он был? Но у меня было несколько наставников. Они все связаны с моей научной деятельностью. Это, прежде всего, конечно, мои руководители. Это профессор Гребенюк Олег Семенович, который руководил моей кандидатской диссертацией, вместе с академиком Шакуром Афейл Харучин. И Мирзай Смелыч Махмутов, академик, при консультировании которого я писал докторскую диссертацию и в последующем работал вместе с ним. Вот это наставники, которые очень много вложили в меня и как исследователя, и как человека, и как семьянина, можно так сказать, и как человека, который общается с другими людьми и прочее, прочее. Может, какой-то веселый случай вспомнить? Или какой-то особенный? Ну, как веселый? Вот, например, Олег Семенович Гребенюк у него было несколько аспирантов. Я был в первой группе, но были аспиранты первого курса, второго, третьего курса. Он нас как объединял? Мы еженедельно ходили в баню. Не ожиданно. Вместе с ним. И в бане мы обсуждали и научные проблемы, и ненаучные проблемы. А после баня он нас приглашал к себе домой. Он жил на улице космонавтов. И мы там сидели, его супруга нас встречала, и мы там сидели, пили пиву после бани, ели и обсуждали всякие вопросы. Это вот один момент. А второй, с точки зрения собственно, профессиональной нашей деятельности, он каждый понедельник приглашал нас к себе в лабораторию. Иногда это было совместно, иногда он индивидуально приглашал. И обсуждали ход нашей работы над диссертацией. Еженедельно в течение, особенно в течение первого года, он проявлял вот такую наставническую функцию. В течение первого года аспирантуры еженедельно по понедельникам. И для меня эти встречи были очень важными. Я к ним готовился и про себя проговаривал, как этот разговор будет идти, что я могу сказать, как я буду выглядеть там и так далее. Это очень важно. Я сейчас со своими аспирантами тоже пытаюсь вот так вот работать, но не всегда это удается, потому что нынешние аспиранты, в отличие от нас, они вынуждены работать, иногда на нескольких местах работают, а мы тогда не работали, мы только учились, только писали диссертацию. Сегодня объективно аспирант вынужден сочетать учебу с работой, и поэтому, конечно, нынешним аспирантам сложнее в этом плане. Вот это чувство неформального общения, оно тоже очень важно. Но еще хочу сказать про Мирзуи Мелча Махмутова, с которым тоже, кроме того, что на работе, он, когда я писал докторскую диссертацию, он меня приглашал к себе домой, и дома точно так же мы с ним работали над текстом того материала, который подготовлен, и его замечания были, конечно, очень ценными для меня. У меня была тетрадь, я заводил тетрадь, где все предложения и все советы наставников своих я записывал, эти тетрады у меня до сих пор есть. Это очень важно, кстати. Вот нынешние аспиранты беседуют с ними, они сидят, слушают внимательно и воспринимают, но ничего не пишут, ничего не фиксируют. Фиксировать надо, надо писать, даже если к этому не вернешься в последующем, все равно нужно писать, потому что это дополнительно механизм, который позволяет осмыслить и зафиксировать у себя долговременные память, какие-то вещи. Спасибо. Можно уже как-то кратко отвечать, может быть где-то с юмором, может быть какие-то примеры. Я бы хотела спросить, согласны ли вы с таким бытующим мнением, надо микрофон задавать вопрос. Согласны ли вы сейчас с таким бытующим мнением, что доставник это социальный аниматор? Ну в принципе согласен, в принципе согласен, если поднимать под социальным аниматором человека, который помогает войти в социум. Но с другой стороны тут есть и обратная сторона. Понимаете, молодежь может подумать, что если ко мне приставили доставника, значит доставник за все отвечает, и мне остается только слушать его и делать то, что он скажет. На самом деле это может привести к тому, что вы будете расслаблены и будете переносить ответственность на наставника. На самом деле наставник это навигатор, правильно вы говорите, который расставляет веки и говорит в каком направлении двигаться, а все остальное зависит от собственно самого человека. Никто ничего не может сделать, если мы сами не будем включаться в то, что нужно делать. Вот в этом суть. Спасибо. Кто готов к коллеге? Спасибо. Кто готов еще? Я буду максимально кратко. Какая из профессий будущих вас удивляет и восхищает? Меня лично удивляет и восхищает профессия, которую можно назвать генно-инженерная медицина. Я не буду объяснять, что это такое, все, надеюсь, понимают. Она обещает действительно невиданный коренной переворот в качестве и продолжительности жизни. Но как философ не могу не заметить, что без спорта любое, даже самое выдающееся явление все равно имеет две стороны. И сразу мысли об идеальном солдате, идеальном рабе, слуге и так далее сразу возникают в моей голове. Как скальпель его можно развернуть в сторону хорошую и в сторону плохую. Во всем есть две стороны. Да, и кто будет слугачий и господ. Переход. Спасибо. Если можно, я тоже готова ответить на вопрос. Считаете ли вы, что человек может добиться успеха только в одном направлении, в одном виде деятельности? Нет, я так не считаю. Поскольку он на разных этапах жизни человека, у нас разные интересы, разные направления, и, наверное, мы имеем право на то, чтобы в какой-то момент изменить вектор своей жизненной траектории и добиваться успеха совершенно в другом направлении. Мы говорим не только о формировании hard, soft, skills на протяжении всей жизни. Вот один из фильмов, который мы с ребятами недавно смотрели, и в фильме рассказывается тоже, как кораблик плывет по жизни, как там формировать различные компетенции. и речь идет о том, что самому возрастному студенту педагогического вуза пермского на тот день, когда был снят фильм, где-то 2019-2020 год, было 73 года. Студент педагогического вуза. Человек, который вот в таком определенном уже возрасте, достаточно солидном, пришел к осмыслению о том, что он хочет развиваться в этом направлении. Поэтому все в наших с вами руках, наверное, благодаря тому, какие наставники вокруг окажутся, какие интересы будут. Ну, и сегодняшний спикер, яркий пример тому, что изначально выбирая путь физики, а затем ну тоже на букву Ф, если говорить о том, что общее, я как филолог замечаю, что общее между физикой и философией еще и в этом, я думаю, что блестяще могли и в том виде деятельности, развиться наши сегодняшние участники панельной сессии и в том, в котором они избрали сейчас. И тоже мы пример видели, Михаил Дмитриевич рассказывал о том, что там могла быть карьера по партийной линии, лидеры во все, лидеры, а не лидеры во все. Поэтому развивайтесь. Спасибо. Спасибо. Вот мне вопрос попался. Вы были знакомы с Валентином Ивановичем Андреевым? Самый. Какой совет и наставление он вам дал? Дайте другой билет. Они там что-то подпишали. Нет, нет. Во-первых, надо сказать, что кафедра психологии и педоик очень долгое время располагалась в институте физики, на физфаке пятый этаж занимали. Поэтому проходя все знали, что здесь сидят неприкасаемая каста, куда лучше не приходить. Оттуда не вернешься. Они будут проводить психологические эксперименты. Они будут проводить психологические эксперименты над тобой, затащат. Очень многие из нас в их числе получили два образования психологическое и физическое на тот момент, потому что все было рядом и под боком. Ну, второе, как аспиранты. Все аспиранты должны сдавать экзамены. Обычно по педагогике все наши аспиранты сдавали экзамен Валентину Ивановичу. Ну, вот я сдавал не Валентину Ивановичу, но потом познакомился с ним позже. И совет, который мне дало наставление, защитить докторскую диссертацию, которую я все-таки выполнил, ну, и за это пострадал. После этого меня назначили замдиректора, а после этого и директором института физики. Ну, вопросов тут еще много. Мы, конечно, на все не успеем, но я думаю, что еще разок. Давайте. Еще разок, и можно уже так, может, очень кратко. Каждый вопрос найдет под свой вопрос. не разочаровались ли вы в образовательной сфере? Было ли желание поменять род деятельности? Всегда. Всегда. Каждый раз что-то новое ищешь. Говоришь, нет, я больше как в аспирантуре учился. Не буду больше учиться в аспирантуре. Все. Надоело. Займусь чем-то другим. У меня было... Ходил, ремонтировал телевизоры, холодильники по домам. Занимался чем угодно. То есть всегда было желание и то, и другое попробовать, и третье. Ну, наверное, тоже через некоторое время, говоря, что раз в 5-7 лет нужно менять траекторию развития, может быть, и желание поменять род деятельности тоже придет. Жизнь так стремительно меняется, что иногда просто само собой происходят вот эти смены, смены вариантов развития. Спасибо. Вопрос, который достался мне. Много ли средств вы вложили в свое развитие в целом? Вот если интерпретировать вопрос, если позволите. Наверное, средств не так много, поскольку все удавалось поступить. Сил много. И, наверное, ну, само пожертвование, что ли, пожертвование где-то тем временем, которое могли бы отдать семье, детям. Поэтому в данном случае нужно сказать большое спасибо второй половине, супругу, который часть той ноши, которую должна была бы нести, как мама, жена, брали они на себя и продолжают собственно брать. Поэтому вот свое развитие вкладываем все время, все свои силы и развиваемся. Дальше останавливаться нельзя. Мы должны быть интересны тем, с кем мы работаем, нашему будущему поколению. Это одно из условий саморазвития, крепкий тыл и возможность опереться на того, кто рядом. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ все достигнуты. В педагогической сфере я уже пятый срок заведую кафедрой. 25 лет это, знаете, когда последний раз в очередной раз меня выбирали с новым заведующим кафедрой религоведения, молодой парень, первый раз избирался. Но после этого заходит в кабинет, ну, я в том числе шел, когда в кафедрой, такой радостный, «О, Михаил Дмитриевич, нас с вами избрали и так далее». Я говорю, «Тебя на какой срок?» Он говорит, «На первый». Я говорю, «Мне на пятый, мне уже о пожизненном надо думать. Чего радоваться-то?» Как менеджер я дорос до директора института и проректором и раньше не хотел быть, но ректором когда-то хотел, но, понятно, что не стал. Сейчас уже даже по возрасту я не могу двигаться в этом отношении. В академической среде я действительно член нашей национальной академии, руководитель отделения социально-экономических наук и тоже вице-президент и президент и меня не тянет, и в том числе и по возрасту, но это не значит, что я достиг потолка в личностном развитии. Мечты-то остались, Михаил Дмитриевич. Да, да, и думаю, что некоторые из них будут реализованы в сфере, допустим, мемуаристики, условно говоря. Может быть, фильм какой с ними? Ну, с вашей помощью. Почему бы и нет? С удовольствием. Спасибо, вот так я скажу. Спасибо, Михаил Дмитриевич. Мечтать необходимо, да, мечтать, иначе как можно развиваться? У меня близкий вопрос к первому. Кто был вашим главным учителем? У вас как-то Гусейный Прагимович прям все так основательно все вопросы. Но я тут на две части. По жизни у меня мой главный учитель это моя мама. А вот это замечательно. Давайте поаплодируем. Как прекрасно сказал Гусейный Прагимович моя главная учитель. По науке, конечно, Берзаясь Милович Махмутов мой главный учитель. И ты же поаплодируем это один из основателей Казанской педагогической школы. Спасибо. Спасибо большое, но время летит очень быстро. Мы, конечно, не успели все вопросы из шляпы, но на то она из шляпа, что кому какой вопрос достался. Я думаю, и у зала еще осталось много вопросов, но время нашей встречи уже подошло к концу. И мне кажется, что вот этот формат был очень интересен. Его можно продолжать, можно продолжать звать и этих же спикеров, и звать других. И на самом деле использовать вопросы из шляпы можно и продолжать дальше. Большое спасибо нашим гостям. И сегодня вели встречу. А, да, и мы забыли сказать, что сегодня с вами мы были модераторы, были организаторы этой встречи. Это мы. Юлия Валентиновна Андреева, профессор высшей школы журналистики, медиакоммуникации Казанского федерального университета. И Игла Иванова Инна Игоревна, доцент кафедры педагогики высшей школы Института психологии и образования Казанского федерального университета. Умницы, красавицы, спортсменки. Да, стараемся. Между прочим, все это необходимо для успешного саморазвития. Действительно быть и заниматься физической формой, и мечтать, и, добрым словом, вспоминать своих учителей, и тепло относиться к той профессии, которую ты действительно выбрал по зову сердца, и мечтать и вдохновлять других, потому что в этой жизни, наверное, такой круговорот, вот этого добра, он неизбежен, это возвращается. И вспомним Валентина Ивановича Андреева, идею его творческого саморазвития личности. Я, наверное, не просто как педагог, как ученик Валентина Ивановича, но еще и как дочь. Хочу сказать бесконечные слова благодарности всем вам, принимавшим участие сегодня. Это замечательная конференция, уже 8 лет проводится в стенах Казанского федерального университета. Спасибо ученикам Валентина Ивановича. Надеемся, будем дальше встречаться. Я надеюсь, что этот формат вот такой дружеской, может быть, немножко шутливой, легкой беседы о сложных и на самом деле важных вопросах сегодня в шестинах Высшей школы журналистики было очень приятно вас приветствовать, быть с вами. Надеюсь, что мы будем встречаться почаще. Спасибо вам. Коллеги, разрешите вам от нашего института, от нашей конференции благодарственные письма вам вручить. И большое спасибо. 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 И отдельное спасибо дорогим студентам, магистрам, которые высидели на трону. Пару. И сегодня вместе с нами. Мы желаем вам настоящего творческого саморазвития. И достигайте своих вершин. Пусть у вас глазки горят и пусть вы будете очень счастливыми в этом пути. Спасибо вам. Спасибо вам. И мы надеемся, что вот этот ролик, наверное, в наших институтах и в институте физики и философии и в нашем институте психологии образования будет для молодежи таким интересным роликом о том, как в педагогической профессии можно двигаться. И быть счастливыми, и быть смелыми, и быть самим собой. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»